Девушки отдыхают Привет, сосед! Эй, сосед, привет! Я слишком стар для этого дерьма. Короче, смотрите. Главный инди-феномен 2017 года наконец-то уплыл в релиз. И сегодня, и прямо сейчас, я, Иван Лоев, здесь, на stopgame.ru, объясню, почему у нас не было миллионов материалов по этой игре с разбором местного мира, тайн, загадок и всего вот этого. И несмотря на свое приветливое название, игра-то не совсем про вежливые хождения в гости на чаек, а скорее про вандализм. Простейшее описание происходящего таково. Ваш сосед, напротив, творит какие-то мрачные, загадочные, темные делишки у себя в подвале. И главный герой, пацан, решает проникнуть к нему в дом и разузнать, что же там к чему. Проблема только в том, что дверь в подвал заперта на замок, ключ от которого находится в запертой комнате на втором этаже, попасть куда тоже не так-то просто. И параллельно при этом всем надо еще избегать этого самого соседа, который явно не обрадуется, обнаружив шастающего по его частной собственности мальчугана. При этом обещают, что искусственный интеллект будет адаптироваться под поведение игрока, пытаясь предугадывать, где тот появится в следующий раз, подкладывать туда ловушки, чаще заглядывать в те области дома, где бывает игрок. И на словах этот концепт звучит хоть и противозаконно, но довольно интригующе. Как прятки из Alien Isolation, только с более смышленым противником. На деле же начинаются многочисленные «но». Во-первых, самообучающийся искусственный интеллект не особенно интеллектуально себя ведет в принципе. Да, он может сунуть капкан под дверь, рядом с которой поймал вас в прошлый раз, но в целом сосед слишком рандомная сущность. Он то пропадает куда-нибудь минут на пять, оставляя вас в полном покое, то наоборот, вьется исключительно вокруг нужного вам сейчас предмета и ничто его не отвлекает. То он замечает вас за километр, а то не чует в упор. В итоге выстроить какую-то тактику поведения с ним не получается. Приходится во многом полагаться на банальное везение. Во-вторых, в один прекрасный момент стелсовое напряжение вообще исчезает из игрового процесса. Причиной тому становится осознание, что после поимки героя ничего не меняется. В смысле, вокруг. В инвентаре у вас остаются все предметы, которые были, и весь мусор, который вы накидали вокруг дома, остается тоже на месте. То есть сосед перестает ощущаться как угроза. Он становится просто временной помехой на пути к разгадке тайны. В-третьих, вот это вот разгадывание напомнило мне о классической проблеме квестов. Когда приходится бегать по всем доступным помещениям и применять все активные предметы из инвентаря на все активные точки, чтобы выяснить, что же игра от тебя хочет. То есть, смотрите, первый же уровень состоит из чего? Вам надо попасть на второй этаж, чтобы там взять ключ от подвала. Для этого сначала надо построить себе лесенку на второй этаж, там догадаться оттащить картину от стены, взять ключ от багажника, машины, которая стоит во дворе, вытащить оттуда магнитную пушку, притянуть к себе ключ через дверь и потом уже только топать дальше. При этом, чтобы вы понимали, далеко не всегда очевидно, какой ключ к какой двери подходит. И в каком порядке, и вообще, какие действия надо совершить. То есть, с одной стороны, да, я признаю, что такой подход заставляет игроков внимательно изучать окружение, обращать внимание на детали. Это хорошо, но реализована-то идея криво. Здесь очень много каких-то сумбурных вещей, до которых, ну, очень тяжело допереть самому. Не имея под рукой прохождения, где написано, что надо открыть дверь в кукольном домике, тогда аналогичная дверь в большом доме тоже отопрется. Ну и в-четвертых, та самая тайна, из-за которой весь YouTube заполонили соседа-теоретики, которые каждый трейлер и бета-релиз игры расковыривали чуть ли не по пикселям, не стоит того. Возможно, мой мозг уже слишком натренирован стариком Каджимбой, которого я любил еще до того, как это стало мейнстримом. Возможно, я просто престарелый маразматик, но умеренно логичное объяснение всему происходящему я нашел довольно шустро. А поверхностное изучение мрачных теорий в интернете показало, что народ с радостью сам вообще себе изобретает лапшичку для... ушей. Примерно как и в Сан-Андреас. В результате играть-то в Hello Neighbor можно. Тут есть довольно прикольный мультяшный визуальный стиль, диковатое и разнообразная архитектура уровней, до поры до времени издеваться над искусственным интеллектом весело, но это все быстро приедается. И на зубы яичной скорлупой начинают попадать вот эти вот вышеперечисленные но. Интересно, кстати, что судя по отзывам в Steam, с релизной версией соседа действительно что-то не так. Уж очень много людей жалуются на то, что, дескать, в раннем доступе трава была зеленее. Я же скажу так. Hello Neighbor не тянет на полноценную игру. Она больше похожа на облагороженную технодемку, у которой, несмотря ни на что, хватает проблем даже с основными механиками, из-за чего и рекомендовать я ее решусь, пожалуй, только ценителям жанра. А на этом у меня все. Помните, что вламываться в чужую собственность это нарушение не только личного пространства, но еще и закона в большинстве цивилизованных стран. И до встречи на СтопГеймРу.